Но я выделяю для себя одну историю в контексте нарушенной системы ценностей тех времен. Культовая речь мужчины по имени Амар Падильо. Амар родился в нищете в Лос-Анджелесе. И в 2037 году он выиграл самую крупную сумму в государственной лотерее. И решил потратить эти деньги на устранение кризиса бездомных в родном городе. Он финансировал общественные организации и открывал приюты. Он не просто давал приют бездомным, но и помогал им адаптироваться. Раньше такого не делали. За это ему дали Нобелевскую премию. Но они не ожидали услышать в его речи именно такие слова. Дамы и господа. Мы рады приветствовать лауреата Нобелевской премии мира 2039 года Амара Падильо. Спасибо. Я рад за тех, кому мы помогли за эти годы. Спасли около 75 тысяч бездомных с улиц Лос-Анджелеса. Нужно сказать, что эта проблема намного глубже, чем нищета, которая нас окружает. Когда я создал эту программу, обратившись лишь к одному региональному кризису, я надеялся, что это создаст новый прецедент. Я хотел вдохновить непропорционально богатых этого мира, чтобы они взяли на себя ответственность за положение малоимущих. Ведь, в конце концов, моя деятельность может помочь далеко не всем. А истинный источник нищеты, наш общественный строй, остается без внимания. Мы живем в мире сказок и мифов. Нам говорят, что всемирное неравноправие – это цена, которую приходится платить за инновации и прогресс. Но какие инновации? И как нам понимать определение прогресса? Если прогресс – это масштабы чьих-то владений, количество рабочих мест, ВВП государства, рост фондового рынка или разработка гаджета, который развлекает вас, то у нас серьезный экзистенциальный кризис. Я считаю, что истинный прогресс можно измерить только здоровьем, стабильностью, порядочностью и ответственной свободой цивилизации. Мы в ответе перед собой, в ответе друг перед другом, в ответе перед нашей общей средой обитания. И по этим меркам, друзья мои, прогресс совершенно не двигается. Ведь все мы сидим сложа руки, считая, что общество может работать только так, как сейчас. Итак, если мы правда должны оставаться в этом негуманном экономическом укладе, который доказал, что может создавать избыток лишь для меньшинства ценой нищеты, для большинства людей. Наш единственный выбор – вывести гуманитарную деятельность на новый уровень. Сегодня у троих людей больше денег, чем у 70% населения мира. 6 миллиардов человек. Общее состояние 4 тысяч миллиардеров способно сотню раз положить конец мировой нищете. И все же, обращаясь к их меценатству, очевидно, что их больше волнуют свои интересы, собственный комфорт, чем работа против нескончаемого структурного насилия. Видите ли, есть более глубокий тип нищеты. Духовная нищета. Нищета, которая взращивает культуру социопатов. Чем больше они имеют, тем больше хотят. И тем меньше их волнуют другие. Моральное банкротство, скрывающееся за старой сказкой, что одного может быть миллиард, пока другие умирают от голода, как-то стало естественным для человечества. Через несколько месяцев моя программа закроется. Ведь финансы закончатся. И пока что ни один богач из так называемых меценатов не предложил помочь продлить эту программу. Я знаю, что мы собрались во имя мира. Но все должны понимать, что богачи этого мира, стоящие у корней истинной политической власти, серьезно больны. Их приоритеты никак не связаны с настоящим прогрессом. И пора перестать это терпеть. Миллиардеры этого мира не символы успеха. Они символы насилия. Виоленс! И пока это насилие не закончится, на этой планете не наступит мир. Субтитры создавал DimaTorzok